Театральный разъезд Постановку по мотивам нашего великого земляка, человека широкой души Антона Павловича Чехова Театральный разъезд 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 ТОЛСТЫЙ И ТОНКОЙ! ТОНКОЙ! ПОРФИРИЙ! ТЫ ЭТО ГОЛУБЧИК! МИША! СКОЛЬКО ЛЕТ, СКОЛЬКО ЗИБЫ! МИША, ДРУГ ДЕТСТВА! Ах ты! МИЛЫЙ МОЛЬ! ТОНКО ЖЕ ЛЕТ! Ну как же ты? Рассказывай нам! На меня-то посмотри! Я ж такой же красавец, как и был! Такой же душонок и щеколь! Ну а ты-то как? Богат, женат? Я вот уже женат, как видишь! А это вот жена моя, Луиза! Урождённая в Анценбах! Лютеранка! А это вот... Сынок, больно-фаналил! Ученик 3-го класса гимназий! Что ж? Какая? Но я. А это друг моего детства. А в гимназии вместе учились? Эх ты! В гимназии вместе учились! А ты... Тебя дразнили. Тебя дразнили Гиростратов. Потому что я... Потому что ты... Папиросый, казённый учебник прошёл. А меня... А меня дразнили... СВА там, потому что ты... Убил меня обедничать. Эх, мы дети лишь были. Напаня, напаня, ну подойдите, ну. Ну поближе, ты подойди, ну что ж ты. Эх, вот он мой, вот он мой напаня. Это жена моя Луиза, врождённая в отцебах. Ну ты-то как? Да служился, небось. Я-то... Служу. Служу, милый мой. Знаешь, в департаменте. В департаменте служу. И Станислава, между прочим, имею. Жалование, правда, плохое. Плохое жалование. Ну вот, жена моя, она уроки музыки даёт. А я, ты знаешь... Ну-ну. Я... Вот это что? Портсигары трилатные из дерева делаю. Ох, ну отличные портсигары, а! Ох, ха-ха. Порублю штука продаю. А ежели кто берёт десять штук и более, тому, понимаешь, уступка. Ох, ха-ха-ха. Эх, ха-ха-ха. Вот. Эх, ты жутка. Ну вот. Служен стал начальником, а теперь вот сюда переведён. Ну, здесь, значит, буду служить. Ну это всё, это всё ладно. А ты-то, ты-то как? Ну ты, наверное, уже... Нет, ну-ну, ну статский, ну... Да не меньше! Да не меньше, чем статский, а! Да ты выше! Куда? Куда ж выше-то? Ну что ты? Я уже до тайного дослужился. Две звезды имею. А... А я... Я ваше превосходительство. Очень приятно. Порублю. Вдруг можно сказать детство. Комфирия, идите. Живы жли в такие вельможи. Живы жли в друзья. Куда это чудо почитали? Помилуйте. Помилуйте. Внимание ваше высокопревосходительство. Вроде как бы... Живительный благослов. Жалобная книга. Жалобная книга лежит в специально построенной для нее конторке на железнодорожной станции. Ключи от этой конторки находятся у железнодорожного жандарма. На самом деле никаких ключей не надо. Потому что конторка всегда открыта. Захоти, садись и читай. Ну вот. Милостивый государь, проба-пира. Под этим нарисована рожица с длинным носом и рожками. Под рожице написано. Ты картина, я портрет. Ты скотина, а я нет. Я морда твоя. Подъезжая к всей станции, глядя на природу в окно, у меня слетела шляпа. И Ермонкин. Кто писал, не знаю, а я, дурак, читаю. Оставил память начальник стола претензий Калавроев. Вот как-то неразборчиво. О, вот интересно. Приношу начальству мою жалобу на кондуктора Кучкина за его грубости в отношении моей жене. Сюда мне ваш билет. Я вам билет. И чего я показываю? Я показываю вам билет в 10 минутах. Так как вы смеете? Я вас сам буду жаловаться. Да иди, иди, иди. Давай пиши. Жена моя, знаете, вовсе, вовсе жена моя не шумела. Не шумела. Она против, старалась, чтобы все было, знаете, так тихо, тихо. А так же и насчет жандарма, знаете, Клягина. Это вот так. Клягин, да. Который грубо меня за плечо взял. Вот. Житель к выимею в имени Андрея Ивановича Ищеева, который хорошо знает мое поведение. Конторщик Самолучшев. Да. Так. О, 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 тихо. Ну, знаете, этот ваш не Кандров? Социалист? Так и запишите. Запишите. И Кандров социалист. Тебе ж жалоба. Так. Находясь под свежим впечатлением возмутительного поступка, эх, нет, приезжая через эту станцию, я был возмущен до губленной души следующим. Не то. На моих глазах произошло следующее возмутительное происшествие, рисующее яркими красками наши железнодорожные порядки. Не тот ученик седьмого класса Курской гимназии Алексей Зудьев. О, вот вам, вот молодец. В ожидании отхода поезда обозревал физиогномию начальника станции и остался весьма недоволен. Объявляю о сём, о сём по линии, не унывающий дачник. А я знаю, кто это писал. Это писал князь М.Д. Господа, Тельцовский шулер. Шулер. Пиши. Так и запишем. Тельцовский шулер. О, вот интересно, смотрите. Жандармиха ездила вчера с буфитчиком Костькой в Зарику. О, вот. Желаем всего лучшего. Не унывай, жандарм. О. Проезжая через сию станцию и, будучи голоден, в рассуждении чего бы покушать, я не мог найти постной пищи. Дьякон Духов. Лопай, что даю. Кто найдёт кожаный пальцегар, тот пущай отдаст его в кассу. Андрею Егорычу. Так как меня прогоняются службы, будто я пьяница, то заявляю, что все вы подлецы и воры. Телеграфистом Космодеми... Космодемьянской. Добродетелью украшайтесь. Катенька! Катенька! Я люблю вас! Безумно! Ну да. Прошу в жалобной книге не писать посторонних вещей за начальника станции Иванов седьмой. Хоть ты и седьмой, а дурак. Начальник станции. Начальника станции Дребезги зовут Степаном Степанычем. Фамилия его Шептунов. И с ним в минувшее лето случился маленький скандал. Этот скандал, несмотря на свою видимую ничтобность, обошёлся ему очень дорого. Летом поезд номер восемь проходил через его станцию в два часа сорок минут ночи. Время самое неудобное. Вместо того, чтобы спать, Степан Степаныч должен был гулять по платформе и торчать около телеграфистки почти до утра. Его помощник Алиутов каждое лето ездил куда-то жениться, и бедному Шептунову одному приходилось дежурить. Однако это большое свинство с его стороны. Впрочем, он скучал не каждый наш. Иногда ночью приходила к нему на станцию соседнего княжества имени женоуправляющего Назара Кузьмича Куцапетова Мария Ильинична. Дама эта была не особенно молода, не особенно красива. Но, господа, в темноте и стол за городового примешь. Да, кстати говоря, скука такая же не тётка, как и голод. Всё сойдёт. Когда Куцапетова приходила на станцию, Шептунов брал её обыкновенно под руку, спускался с нею вниз с платформы и шёл к товарным вагонам. Там, у вагонов, в ожидании поезда восемь, он начинал свои клятвы и продолжал их вплоть до свистка. Так в одну прекрасную ночь стоял он с Марией Ильиничной у вагонов и ожидал поезд. По безоблачному небу тихо, чуть заметно пола луна. Шептунов держал Марией Ильинична за тарию и молчал. Она тоже молчала. Оба были в каком-то сладостном, тихом, как лунный свет, забытии. Уже темнеет. Ты не озябал. Степан, Степан! Уже двенадцать, двадцать. Поезд скоро. Давай, Машенька, вместе смотреть на путь. Кто первые огни увидит, тот дольше любить будет. Они вперели свой взгляд в глубокую даль. Кое-где на бесконечном пути ласково мигали огоньки. Поезда не было еще видно. Вглядываясь вдаль, Шептунов увидел нечто другое. Эй, кто там ходит? А ну, домой с рельсов! А ты не распоряжайся! Сволочь! Степан, ради бога, это мой муж-назадка! Степан, ради бога, это мой муж-назадка! Осталось там! Поезд! Кажись, с насыпи скатился. Но лучше уж с насыпи, чем от какого-то хама. Просто трещину получить. Это вы! А, нет! Это не я! Подождите, это Яков Забедов! Да подождите, голубчик, куда вы побегли? Да в самом деле! Подождите! Голубчик, куда ж вы? Чуть под пояс не попали! Маша как увидела, что вы побегли, вон, без чувств теперь на зельцах лежите! Вы, может быть, опиздили, что я вас сволочью назвал? Так я вас за стрелочника принял! Ради Бога! Хотите бить, бить, убить? Убивайте, повесьте, заехте! Только не мучьте! Да куда вы, голубчик? Я ж к вам по делу пришел! По делу! Маша сказала, что вы из удовольствия с ней стали путаться! А-а-а! Я ж высь! Да вы не пужаетесь! У нас-то по большому счету с Машей во! Кукиш с маслом! Не, ну ежели рассуждать по-серьезному, то я муж! Стало быть, надо договор подписать! Князь Михаил Дмитриевич! Когда с Машей путались! А-а-а! Две четвертых мне платило! Да вы не пугайтесь, голубчик! Вставайте, вставайте! Вы сейчас с вами дуговый заключит! С вас я четвертую возьму! С меня? С вас! Да вы не пугайтесь! С вас! Да вы не пугайтесь! Секундочку! Машенька! Да хватит играть! Вставайте! 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 Ой! Голубушка моя! Войдите! Я готова на его скуку! С вас я четвертую возьму И еще оттудиться И не могли бы вы Моего племянничка К себе приустроить Ко мне? Ко! Шептунов ничего не слыша И не видя Кое-как доплелся до станции И повалился в постель Проснувшись на другой день Он не нашел Своей форменной фуражки И одного погона Но самое главное Он потерял веру в человечество Ушла! Ну, дорогая Расскажи мне что-нибудь Что же тебе рассказать? Ах, да Ты слышал? София Оркова вышла замуж За этого, как его Фон Трампа Вот скандал А в чем же тут скандал? Да этот Трамп подлец Это такой негодяй Бессовестный человек Без всяких принципов Урод Расскиной Был у графа управляющим Нажился Теперь служит на железной дороге И ворует Сестру ограбил Негодяй и вор Одним словом Из-за такого человека Выходить замуж Удивляюсь Жить с ним Я бы никогда не вышла Будь он Миллионер Будь он красив Как не знаю что Я бы плюнула на него И представить себе не могу Мужа подлеца Это Трамп Такая тварь И в тысячу раз Пошли И глупые Те женщины Которые выходят За таких господ Но ты бы сказал Наверное бы не вышла Да? А что? Если бы ты узнала Что я Да тоже негодяй Что бы ты сделала? Я? Я бы не осталась С тобой ни на одну секунду Узная Что ты Сделал хоть Маленькую долю того Что сделал Трамп Я бы мигом Отжил Вот какая она у меня А я и не знал Врек боденка И не краснеет Я? Ты Я никогда не буду Попробуй-ка сделать подлость Тогда увидишь А к чему мне пробовать? Ты сама знаешь Твой фон Трамп Камашка сравнительно Я еще попуще его Негодяей буду Ты делаешь большие глаза? Это странно Вот скажи Сколько я получаю Жалование Три тысячи в год Три тысячи в год А сколько стоит Вот это твое колье Которое я купил тебе На прошлой неделе? Две тысячи Твое вечернее платье Тысячу Или тысячи двести даже Эх Дача Дача Две тысячи Ты знаешь что? Вчера твой папа Выкликнул у меня Тысячу рублей Ну Пьер Побочные доходы ведь Побочные доходы ведь Лошади Счета от матисток Домашний доктор Вчера ты мне проиграла В сту колту Сто рублей Так что вот так вот Матушка Адьё Ты видишь теперь Что твой фон Трамп Камашка сравнительная Так что вот так вот Адьё Ступай И впредь Не осуждай Какая Дорогой Тебе подать чай Сахар Или варенье Ну а сейчас По вашим бурным аплодисментам Мне бы все хотелось пригласить На нашу аплодисментную сцену Спасибо вам за внимание Спасибо 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 Спасибо